здравствуйте дорогие гости и подписчики нашего канала как правильно убить вы сегодня я очень коротко хочу поговорить о шедевре не побоюсь этого слова видимо надолго опередившего нашего времени шедевр называется фондорин азазель режиссер этого шедевра норбек ген тот самый который когда-то снял шерлок в россии видимо у этого режиссера что-то не клеится с реальностью он ее совершенно не воспринимает и вместо того чтобы пойти к хорошему грамотному психотерапевту он снимает сериалы в которых бесконечно своих героев куда-то забрасывает шерлока он забросил царскую россию а вот фондорина он перебросил аж в наше время и впихнул в этот сериал невпихуемое то есть люди разговаривают на куртуазном аристократичном дореволюционном языке здесь же ездят на современных мопедах тут же пользуются интернетом но в зимнем дворце по-прежнему сидит царь правда какой-то не культиаписты и в общем полная каша абсолютная каша фильм снят как бы аля по роману акунина азазель в чем там коротко суть в городе происходит серия самоубийств молодые люди стреляют себе в висок и при этом завещают свое состояние некой миссис эстер которая держит эстернат молодой фондорин начинает следствие которое выводит его на международный заговор вот при таких вот в данных картах при таких вводных норбек и ген начинает свой киномарафон здравствуйте сыскное управление фондорин вы очень вовремя фондорин роман акунина нужно было каким-то образом растянуть на 6 7 и в этом режиссеру помогала проверенная бригада это сценаристы два брата акробата никита попов и сергей попов никита попов уже отметился в современном кинематографе он писал сценарий для сериала монастырь слава богу его сняли из проката но и в сериале монастырь и в сериале фондорин азазель у никиты попова есть фишка женщина без трусов скорее всего в ранней юности вперед перестройки ему сказали что без этой замечательной фишки его сериал смотреть никто не будет и вот с тех пор как бы этот человек усиленно вот это вот украшение сериала туда толкает у его брата у сергея попова опыт до этого был только в короткометражке и у него очень очень короткий метр поэтому фильм как бы собран из малюсеньких видеороликов все мельчишит скачет сюжетную линию проследить совершенно невозможно полный балаган и как я уже говорила абсолютная каша они пытаются впихнуть не впихуемое причем сразу видно что сериал снимают рекламщики какие-то совершенно неестественно сфокусированные крупные планы то часть лица то какой-то предмет так и ждешь что этот несчастный фондорин отличаются от своего смартфона и и скажет клоунским голосом нигде кроме как в мастельпроме покупайте суп с лапшой ведь вы этого достойны скорее всего как я полагаю как мне кажется на такой прекрасный и совершенно уникальный шаг поместить фондорина в современность все-таки нурбек и ген подглядел у британцев те взяли шерлока шерлока холмса и поместили в современности в принципе получилось неплохо по крайней мере первые два сезона были вполне смотрибельны подглядев у британцев свою уникальную идею господин режиссер создал раста но вот в чем дело и в этом наверное главное в этом суть создатели шерлока безумно гордятся своим героем это их национальное достоинство а создатель эраста искренне не переваривает все русское царь у него уж простите меня за грубое слово бухает на берегу реки и вообще какой-то николь тяпистый нескладный и все что русская российская снята с какой-то долей пренебрежения углубить самого себя это выбор каждой но не ваш если человек пытается снимать царя он хоть бы посмотрел как живут цари как живут короли ну не знаю там поглядел бы фанатов шейхов арабских шейхов или вступил бы фан-группу королевского двора британии поглядел как там у них когда когда ты пишешь или снимаешь фильм пишешь роман монтируешь сериал нужно очень хорошо знать о чем ты пишешь и очень хорошо и четко представлять себе это стилистически то есть видеть это пространство видеть этот антураж очень тонко чувствовать этот стиль и нужно очень любить людей о которых ты рассказываешь и пишешь любить уважать это должны быть действительно фигуры влияния тогда будет получаться по крайней мере не халтура тогда ты точно будешь знать что главное а что второстепенное и не будет вот этой болтанки не будет вот этой путаницы именно так произошло в сериале шерлок а у нас впихнули не впихуем запомни фангурин виноват только ты я думаю что сергею попову который снимал всегда короткий метр нужно было собственно и ограничиться коротким метром то есть фандорин видит как человек пускает себе пулю в лоб его тошнит в реку конец я думаю это было бы прекрасно а главное очень коротко книга записана стори тэл стори тэл жизнь в историях елена миллер полнолуние труп и черный циферблат читает софия эрнст а так это и Продолжение следует...